Для нескольких народных избранников старт в сессионной неделе обернулся финалом их депутатской неприкосновенности. Кого лишили иммунитета чуть позже, а пока немного предыстории. Изначально Народный фронт и БПП настаивали рассматривать представление ГПУ на шестерых парламентариев нужно не раньше четверга. Но оттянуть болезненные вопросы помешали другие фракции. В итоге решили разобраться с проблемными коллегами прямо сегодня. Требуют этого и митингующие возле Рады. Здесь собрались более 200 человек. Это бывшие бойцы АТО и активисты различных организаций. На месте сейчас находится наш корреспондент Данил Снисарь. Он на связи со студией. Дай здравствуй, расскажи, как проходит митинг и какие звучат призывы. Тебе слово. Добрый вечер, Катя. Активисты под стенами Верховной Рады начали собираться после обеда. На данный момент их здесь по нашим подсчетам около 200 человек. Ну, в общем, акция началась, в принципе, мирно. Но чуть больше активисты принесли подраду бочки, имитируя барабанную дробь. Они призывали народных депутатов проголосовать за снятие неприкосновенности со своих коллег. Мы помогаем, чтобы сняли недоторканность. Я считаю, что у любых депутатов не может быть иммунитета. Мы тут именно для того, чтобы эту недоторканность сняли. Мы вообще выступаем за то, чтобы из всех депутатов была снята недоторканность. Но на разе, на теперешний час, хотя бы с тех шесть, на которых есть подозрения, что они скоялись злочином. Позже активисты перекрыли улицу Грушевского. В ход пошли фаеры и дымовые шашки. Правоохранителям, нацгвардии и полиции, которые охраняют парламент, удалось в считанные минуты разблокировать движение. Активисты говорят, что не собираются расходиться до того момента, пока депутаты не проголосуют. За снятие неприкосновенности со своих коллег как-то попросит генеральная прокуратура. Активисты готовы стоять здесь хоть до утра. Студия. Даня, спасибо тебе за информацию.